Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на очередной торговой сессии этой недели. Вот мы, собственно, подошли к среде, когда на повестке у нас очень важное событие, это 21.00 по московскому времени. Сегодня мы с вами будем ждать протоколы последнего заседания американского регулятора. И эти протоколы, безусловно, интересны для того, чтобы попробовать оценить, еще раз покопаться в подноготной, относительно того, что же будет дальше со ставками и с балансом Центрального банка, который нам обещали начать сокращать вот уже в сентябре. Событие действительно очень важное. Событие важное для доллара, соответственно, и для всех других инструментов. Но, судя по текущему поведению американца, и мы обычно обращаем внимание на то, что происходит с долларом в контексте и противовес с движением японской иены, то есть анализируем американский фундамент через пару долларов японской иены, доллар чувствует себя очень неплохо, получая поддержку от макроэкономических отчетов. Мы, безусловно, об этом сегодня также поговорим. Первое, с чего я хочу начать, брифинг, это с факта того, что эскалация напряженности в отношениях между США и Северной Кореей постепенно, полномерно и, честно говоря, довольно неплохими и уверенными дыбами сходит на нет. Слава Богу, что так и случилось. Мы с вами хотели, в принципе, чтобы это произошло, потому что, будучи фундаменталистами, не очень хочется допускать появления на рынке форс-мажоров, которые не позволяют реализовать инвестиционные идеи, основанные на здоровом, реальном и адекватном анализе фундаментальных событий, но не геополитических рисках. Так вот, что касается геополитической напряженности, вчера состоялась встреча на высшем уровне руководства Северной Кореи, Ким Чен Ына, собственно, с военным руководством, на основании и уже постфакуум которой было принято решение отложить вот эту непонятную затею нанесения ракетного удара по военной базе США в Тихом океане на острове Гуам. Это уже официальное заявление, которое было сделано. Разумеется, рынок воспрял духом. Мы тут же увидели уже не такой спрос, а, мягко говоря, даже выход из защитных инструментов, из золота, из иены, из франка и, собственно, из американских облигаций. Эти активы вчера снижались по стоимости. Доллар на этом выиграл, получил поддержку и сейчас сохраняет, опять же, вот этот импульс роста, который, будем надеяться, удастся развить еще по факту сегодняшних протоколов, развитию в еще больших ключей и, соответственно, добраться до более высоких ценовых значений. Почему Северная Корея пересмотрела свою позицию? Ну, можно, конечно же, поставить на здравомыслие, убедительность военачальников Северной Кореи, на их экономический прагматизм, может быть. Но, с другой стороны, возможно, Северная Корея просто испугалась угроза Китая о возможности присоединения Пекина, собственно, к санкциям Совета Безопасности Соединенных Штатов Америки, которые стали следствием активной программы развития ядерного оружия в Северной Корее. И если бы это произошло, может быть, если бы это случится, то, конечно же, под вопросом уже импорта из Северной Кореи, и железной руды, и угля, и морепродуктов. Это болезненные, скажем, направления, которые лучше не трогать, если Северная Корея, безусловно, хочет рассчитывать на прежние показатели торгового баланса, ну и, разумеется, на прибыль, которую удавалось получать за счет международной торговли. Это тоже версия. Возможно, Китай повлиял и поспособствовал тому, что геополитическая напряженность практически сошла на нет. На рынке все может быть, собственно, так же, как и снова, эти взаимные, скажем, угрозы могут возобновиться. Мы все-таки уже научный опыт, действительно, вроде бы, как и ожидаем одно, происходит совершенно иное. Но хотелось бы, чтобы с геополитикой на какое-то время мы, безусловно, забыли. Хотелось бы, чтобы меньше вот этих конфликтных ситуаций, которые, в конечном счете, кульминации могли бы привести к развитию полноценных военных действий. Этого явно и точно не нужно. Теперь давайте перейдем к нашим традиционным инструментам для нашего анализа каждодневного. Начинаем с котировок нефти. 50.96 закрытия прошлой торговой сессии. Сейчас инструмент торгуется на кнопке 50.109. В целом, цена на нефть держится по бренду ниже 52 долларов за пароль. Интерес к нефти остается сдержан по факту уже восстановления котировок американца. Рост доллара, разумеется, делает сырьевые товары более дорогими, поскольку их стоимость на международных рынках номинирована как раз в американской валюте. Помимо этого, безусловно, рынок продолжает обращать внимание на тревожные сигналы, которые поступают в плане статистики со стороны Китая. Это слабый макроэкономический отчет, указывающий на то, что спад, он в принципе еще не, скажем, та проблема, которую удалось миновать. И экономика постепенно снижается. Не то чтобы это такие сокрушительные темпы падения, которые мы наблюдали несколько лет назад, но все-таки не о, скажем, тех достойных показателях роста, которые мог показывать Китай, сейчас речь об этом не идет. И если есть риски потенциального спада экономического восстановления, расширения, значит, это риск для показателей спроса на нефтепродукты со стороны нефтеперерабатывающих заводов Китая. Если мы будем анализировать непосредственно загрузку производственных мощностей и спрос, то лишь убедимся в том, что ситуация сейчас хуже, чем была, к примеру, несколько месяцев назад и уже в начале 2017 года. Соответственно, снижение спроса со стороны Китая это еще одна причина, почему котировки нефти снижаются. Сегодня в центре внимания трейдеров, которые следят за нефтью, правительственный отчет, который выйдет в 17.30 по московскому времени, это данные по запасам нефти, нефтепродуктов и бензина. Мы помним, опять же, свежие воспоминания недель недавности, когда этот правительственный отчет сообщил о резком росте запасов бензина. И тогда мы использовали этот отчет как сигнал постепенного завершения летнего сезона полученной активности автолюбителей и, соответственно, более высокого спроса. Поэтому при сохранении данной тенденции по мере уже завершения летнего сезона мы с вами будем получать поддержку для короткой позиции продаж нефти и от статистических релизов таких локальных отчетов по запасам. Вчера, собственно, вышли еще данные от Американского института нефти, запасы снизились на 9,2 миллиона. Между прочим, этот отчет и позволил все-таки котировкам нефти закрыть торговую сессию в небольшом плюсе, потому что если бы не этот релиз, то цены на нефть продолжили бы смещаться в район 50 долларов за баррель. Но все-таки статистика ТАПИ это хоть и отчет, который не остается без внимания, но иметь какое-то среднесрочное продолжение в плане поддержки, опять же, котировок нефти, вряд ли это возможно. Сегодня уже из ТАПИ этого релиза перенимают данные от Министерства энергетики, от Администрации энергетической информации. И в том случае, если темпы снижения запасов окажутся, точнее, величина вот этого спада будет гораздо скромнее, чем от Американского института нефти, я думаю, то, что рыночный скепсис будет еще многократно усилен и последним докладом от Администрации энергетической информации о предполагаемом росте сланцевой добычи по гости на 117 тысяч. Плюс ко всему, сверху будет еще трамбоваться этот негатив прогнозами Международного энергетического агентства по, не прогнозам даже уже, а уже статистикой по росту нефтедобычи в рамках стран ОПЕК. И если уж так получится, что сегодня в 17.30 мы еще получим соответствующий сигнал о возобновлении еженедельного роста нефтедобычных штатов, тогда, друзья, быть сегодня дню исключительно в красной зоне по котировкам нефти. И, возможно, мы снова будем уже стремиться к 50 долларам за баррель. Я все-таки считаю, что этот сценарий вероятен, поэтому рекомендую, как и ранее, сохранять короткие позиции. Цели и долгосрочные ориентиры. Вы знаете, фон информационный этому явно способствует, если еще и статистика локально не подведет, тогда рынку нефти просто не на чем будет расти. Рубль 59.81 ситуация не меняется, потому что в целом, несмотря на волатильные торги, котировки закрывают день, в принципе, на сопоставимых уровнях с открытием. Вот коридор там буквально в полтора доллара по бренду сейчас. И до тех пор, пока мы не выйдем из узкой зоны консолидации, мы не сможем увидеть достаточного прессинга на те инструменты, которые зависят от благосостояния и благополучия котировок нефти. Для российской валюты у нас сценарий с вами тоже неизменный, поскольку мы не сомневаемся в снижении цен на нефть, а значит ждем рубль против американца выше 60, соответственно. Дальше идем. Доллар, японская иена. Здесь все факторы поддержки для американца хотят вовлять, начиная, собственно, от деэскалации напряженности в отношении к Северной Корее и США, заканчивая, точнее, переходя постепенно к статистике и заканчивая ожиданиями определенного исхода по факту сегодняшних протоколов, которые будут опубликованы в 21.00 по московскому времени. Что касается статистики, очень важным отчетом не только в рамках дня или даже недели, а в рамках вообще последнего квартала, потому что это статистика, указывающая на будущее, сигнализирующая о том, какие мы можем увидеть в будущем темпы экономического восстановления. Данные по роничным продажам, которые выросли на 0,6%, с 0,3%. Это самый значительный прирост с начала 2017 года. Давайте здесь немножко остановимся на этом отчете и попробуем копнуть глубже. Что это значит? Рост роничных продаж – это как минимум свидетельство того, что домохозяйство Соединенных Штатов Америки чувствует себя очень неплохо. Они с оптимизмом смотрят в будущее по собственной экономике. Рост роничных продаж подтверждает тот факт, что один из основных катализаторов экономического восстановления находится на очень хороших значениях. И если ронница растет такими динамичными темпами, закладываясь опять же под логичную реакцию рынка на этот отчет, мы можем готовиться к тому, что в третьем квартале ВВП покажет более серьезное экономическое расширение. И плюс ко всему, роничные продажи – это опять же тот отчет, который влияет не только на экономический рост, но и показатели инфляции, тоже являющийся одним из основополагающих для ФРС касательно риторики и изменений монетарной политики. Поэтому тот релиз, который мы с вами имели возможность проанализировать, собственно, вчера, это еще один мощнейший аргумент, позволяющий и дальше нам говорить о том, что американская экономика готова как к следующему 100% ставок, так и к сокращению, собственно, баланса. Теперь посмотрим на наш традиционный контракт FedWatch, на который мы обращаем внимание, когда выходят сильные данные. Оценка вероятности повышения ставки до конца этого года выросла с 37% до 53%. Это еще один сигнал того, что доллар может продолжить расти. И сегодня, собственно, замыкать уже, венчать вот эту последнюю статистику, начиная от non-farm payrolls, потом переходя через инфляцию к рознице, будут протоколы. Важное событие, поскольку обязательно должно пролить свет на позицию представителей ФРС по поводу предстоящих изменений. Поскольку американский регулятор уже неоднократно подчеркивал приверженность, опять же, как коррективам процентной ставки, так и уже долгожданному сокращению баланса, делались акценты на контроль за статистикой, за отслеживанием, мониторинг макроэкономических данных, мы сейчас уже можем говорить то, что у ФРС все просто козыри на руках, чтобы перестать уже тянуть резинку. И чтобы начать готовить рынок вот этим изменениям, которые столь важны для перспектив доллара под занавес 17-го года. Друзья, доллар и японская иена сейчас торгуются на отметке 110.64. Мы смогли выбраться с донных уровней, которые были чуть выше, с отметки 108, с небольшим. Мы снова выше поддержки 110, которая является, по сути, психологической для данной валютной пары. Если сегодня обойдется без сюрпризов и в ходе протоколов мы получим лишь дополнительные сигналы, которые станут для нас, скажем, источником большей уверенности в том, что политика будет более жесткой, доллар и японская иена продолжат расти. И впереди уже будут маячить уровни 111, соответственно, и 112. Я думаю, что мы смело можем рассчитывать на то, что при неизменности фундамента и при реализации, опять же, того исхода по факту протоколов, который мы с вами ожидаем, пара доллар и японская иена сможет подобраться к отметке 112 даже уже до конца этой недели. Это мой субъективный прогноз. Я считаю то, что он вполне реален для реализации. И надеюсь то, что среди вас те трейдеры, которые также ставят на рост доллара, прекрасно понимают, чем этот рост можно объяснить. Европейская валюта против доллара. Вчера вышли данные по темпам экономического роста Германии, и в соответствии с ожиданиями данные оказались хуже прогноза. Квартальный спад с 0,7% на 0,6%. Я думаю, что это как раз уже отголоски более высокого обменного курса евро, хотя анализ сводок новостных указывает на то, что причина в другом. Это в определенном расхождении показатель торгового баланса, экспорты выросли сильнее, импорта больше. Но снижение экспорта, опять же, на мой взгляд, это и есть отражение того, что высокий курс евро и дорогая национальная валюта сказываются уже на благосостоянии национальных производителей. Здесь еще есть такая позиция по статистике, она показалась мне интересной, опять же, я ее обсуждал со своими коллегами, то, что цифры-то на самом деле гораздо хуже, чем есть. И сейчас мы работаем, своего рода, с рисованной статистикой, потому что исторический опыт, накопленный по аналогии поведения национальной валюты с показателями торгового баланса, позволяет говорить о том, что экспорт должен был просесть уже гораздо сильнее, примерно, скажем, больше текущего значения, процентов на 15. И это, соответственно, должно было привести к еще большему экономическому спаду. Но почему тогда мы видим рисованную статистику? Не забывайте то, что в сентябре, а именно 24 сентября, состоятся всеобщие выборы Германии. И сейчас, безусловно, лидерство уже по результатам общественного опроса принадлежит партии лидера Ангелы Меркель. Ее очки рейтинга репутации растут по мере того, как чувствует себя национальная экономика. И чем, скажем, с большим фундаментальным позитивом сейчас удастся подойти к этим выборам, тем больше вероятности победы, собственно, на этих самых выборах. Возможно, эта идея не имеет, скажем, шансов на то, чтобы насуществовать. Но, я думаю, для общего развития и для того, чтобы несколько отойти от тривиального подхода к оценке фундаментальных событий, это тоже пища для размышлений. Я думаю, что такая информация не лишней. И, честно говоря, она не является, на мой взгляд, такой уж и крайне неверной. Я думаю, что она имеет право на жизнь, тем более, что курс европейской валюты на текущих значениях, ну, действительно, на мой взгляд, это самый настоящий формат. Вот сейчас для европейской экономики. И если наши расчеты окажутся верными, то статистика и макроэкономические данные, как еврозоны, так и, собственно, Германии, будут ухудшаться, собственно, и дальше. Фунт против доллара. Вчера в центре внимания были данные по инфляции. Индекс потребительских цен в годовом выражении без изменений, 26% в месяц, там небольшой спад на минус на целых 0,1%. Снижение инфляции свидетельствует о том, что индекс потребительских цен уже полностью выжил. Все, что мог, в плане негатива, из-за ослабления курса национальной валюты, которая стала средствами Брэнзии. Но я бы с выводами, опять же, не торопился. Я по-прежнему считаю то, что пик инфляции еще не миновал, и ближе к осени, когда в игру вступят еще сезонные факторы, мы сможем увидеть этот давляющий эффект, разгоняющий эффект, точнее, на индекс потребительских цен, и, как ожидалось, уход годового эквивалента свыше 3%, что будет стоить экономике еще не меньше на целых 2-3% по экономическому росту. Сейчас на рынке присутствует идея о том, что индекс потребительских цен снижается, потому что рост цен на продовольственные товары, на товары и услуги в целом компенсируется снижением цен на энергоносители. В принципе, нормальное объяснение. Я считаю то, что, возможно, локально оно и является правильным. Но почему же фунт просел по факту снижения инфляции? Да потому что снижение инфляции – это очевидный предвестник того, что Банк Англии продолжит бездействовать. Если он будет бездействовать, значит, нет смысла говорить о так ожидаемом ранее повышении процентной ставки, как главный инструмент, который позволит сдержать рост инфляции. Если инфляция не растет, значит, и нет предпосылок для ужесточения монетарной политики, а, соответственно, и для поддержки фунта. Это с точки зрения статистики. Помимо статистики есть еще и геополитические риски. И, кстати, сегодня фунт может показать еще более серьезное ослабление, поскольку сегодня Великобритания планирует отвергнуть предложение Еврогруппы о расширении зоны свободной торговли. Почему? Потому что считается то, что сам факт расширения зоны свободной торговли, он фактически отрежет Северную Ирландию от королевства. Это уже будет противоречить Конституции. Тереза Мэй, собственно, на это идти не хочет, поэтому сегодня мы столкнемся с еще одним камнем преткновения вообще во всем переговороческом процессе между Еврогруппой и Англией касательно процедуры, собственно, Брэкзита. А к чему это приведет? Ну, не думаю, что к покупкам, потому что это еще одно проявление политических рисков, что вкупе с, опять же, теми аналогиями, которые я сейчас провел касательно перспектив денежно-кредитной политики, должно придать еще больший традиционный импульс для британцев. Котировки сейчас 1,2869. Я думаю, как и раньше, можем ставить на то, чтобы пара закрепилась ниже уровня 1,28. Американский фонд и вовремя чуть скорректировался. Здесь ответы нужно искать в слабых результатах квартальной деятельности. Казалось бы, вчера вышел сильный отчет по рунчным продажам. Разве это не позитивный момент для американской фанды? Все верно. Но, как показала, опять же, практика и более глубокий фундаментальный анализ, проведенный за вчерашний день, оказывается то, что активность потребителей, она наблюдается не в рунчных магазинах, вот физического присутствия ритейлеров, а в интернет, собственно, коммерции. И сейчас, смотря, опять же, на костяк индекса S&P, тех компаний, которые задействованы в ритейл-бизнесе, и по факту вчерашних отчетов, стоит отметить Dick Sporting Goods-копанию, чьи котировки просили на 23%. Home Depot, который также всем известен, ее котировки, капитализация в целом компании снизилась больше, чем на 2%. А вот акции компаний, которые позволяют, в принципе, работать с услугами, приобретать товары посредством интернета, вот тот же самый Азон, акции продолжают расти. Здесь такой компенсирующий эффект и причина, из-за которой даже розницей не стала, той самой поддержкой для американской фондовой секции. Очень много для S&P сегодня будет зависеть, собственно, от протоколов, от того, какое решение будет принято, ну и мы еще говорим, собственно, не о самих решениях, а какие наметки будут сделаны по факту изменения монетарной политики. Все равно рисков для американской фонды сейчас больше, чем факторов поддержки и покупки. Я, как и раньше, рекомендую пока держаться Австралии. Австралийцы и новозеланец. Австралийская валюта остается под давлением комментариев Филиппа Лоу, а также заместителя, собственно, Филиппа Лоу, Кристофера Кента, которые делают все возможное, чтобы собственными силами, вербальными заявлениями ослабить валюту. По сути, можно сказать, что они уговаривают австралийца стоить ниже. Вы помните и параллели с экономическим ростом, и с инфляцией, то, что дорогая валюта, которая считается очень дорогой при курсе австралийцев, против доллара выше 0,79, подрывает, собственно, экономическое благополучие. Даже 3% не удастся достигнуть по экономическому росту, если котировки не будут держаться ниже. Оценка того, будет ли политика ужесточаться, позволяет сделать вывод о том, что если и будет, то не раньше 2019 года. Друзья, у нас еще очень много времени с вами, чтобы спекулировать на потенциальные слабости австралийцев. Давайте, собственно, это и делать. Тем более, что вроде бы как и доллар уже собрался силами, готов расти. И это еще один потенциальный фактор давления на австралийцев. Новозеландец снижается в угоду, опять же, причин национальных. Очередной провальный молочный аукцион. В этот раз цены снизились с прошлого спада на минус 1,6%, на минус 0,4%. Давление на новозеландца еще усиливается слабыми данными из Китая. Собственно, так же, как и давление на австралийцев. И по новозеландцу тоже ждем котировки еще ниже. Сейчас 0,7231. Уверили закрепление ниже отметки 0,72. Это уже практически разрешенный вопрос до конца этой недели. Ну, это основной спектр инструментов, которые мы обычно с вами разбираем каждый день. Я думаю, то, что информации достаточно. Если будет что-то снова интересное, я расскажу вам уже на следующих брифингах. Завтра, собственно, снова встречаемся в 9.30 по московскому времени. В прямом эфире через перескоп. Большое всем спасибо за внимание. Не забывайте, что сегодня у нас протоколы в 21.00 по московскому времени. И до этого еще рекомендую обратить внимание на статистику по запасам нефти. А в США в 17.30 по Москве. По идеям и тому, как торговать, мы уже с вами поговорили. Стоит только пожелать вам хорошей адеквативной торговой сессии. Но, как и всегда, не забывайте про ключевые принципы риск-менеджмента и про контроль общей рисков, связанных с загрузкой депозита. Ну, думаю, то, что никто из вас этими правилами и не внушается. Есть вопросы? Задавайте их на форуме о маркетинге и на канале на YouTube. Собственно, там доступен вам весь видеоконтент нашей компании. Если вы еще не подписались на канал, сделайте это, потому что вам будет приходить уведомление. Каждый раз, как вы хотите, что-то новенькое. Но и не забывайте, для тех, кто смотрит брифинги, по возможности ставить лайки, большие пальцы. Такая мотивирующая лично для меня, как и для спикера, который старается для вас изо дня в день и дает вам информацию, позволяющую принимать определенные инвестиционные решения. На этом все. Всего доброго. До свидания.